На севере Санкт-Петербурга, в Осиновой роще, приход храма святителя Василия Великого ждет первой литургии. Об уникальности прихода, который пока не имеет своего собственного церковного здания, рассказывает Валентина Грушина. И чтим святую память Твою, Нас помолишь и за нас, Креста Бога нашего. Уже второй год в Осиновой роще, на самой высокой точке у Креста, на месте когда-то стоявшего храма святителя Василия Великого, собирается один из самых крепких приходов Петербурга, проверенный ветрами, комарами, дождями и морозами. Собственно, церкви остается только обрастись стенами. Ее сердце бьется уже давно, радостно, уверенно и настойчиво. В качестве пристанища прихожане, во главе с любимым батюшкой-настоятелем, недавно облюбовали бывшую трансформаторную будку, которая трансформировалась во временный храм. Здесь Господь тоже указал нам еще одно место, неподалеку. Сейчас мы можем здесь уже собираться. Посмотрите, совсем недавно кто-то в его участвовали. Летом мы здесь выгребали мусор. Здесь вообще было завалено, когда мы пришли сюда, было под потолок завалено мусором. Здесь автомастерская, они закидали запчастями своими. Осиновцы охотно взялись за дело. Я сам доктор, врач, оперирующий, лор-хирург. И решил помогать батюшке. Теперь являюсь самым главным помощником. Вот почему у нее помощница здесь. Она все помнит, как тут все начиналось. Здесь были развалины, а теперь, вот видите, уже мы стараемся и с Божьей помощью, а самое главное, с батюшкиной помощью, мы сделаем настоящий храм. История с возрождением церкви в Осиновой Роще началась чудесным образом несколько лет назад. Мой муж был тяжело болен. Лежал в реанимации с человеком, жена которого, как бы, писательница, она исследователь вот окрестностей Санкт-Петербурга, тогда Ленинграда. И она, в общем, обмолвилась, приходя вот к своему мужу. Да, у вас в Осиновой Роще был храм, домовая церковь. И все. И, в общем, выйдя из больницы, вот, с Божьей помощью, вот, как сказал батюшка, вот ангелы, как бы, в общем, этот человек, то есть мой муж Владимир, будучи тяжело больным, плохо-плохо передвигающийся, в общем, мы стали с ним, я его поддерживаю, искать, где же мог быть в парке этот храм. Никаких подсказок, никаких признаков когда-то стоявшего храма. И вот оно. По Божьему благословению, группа добровольцев из молодежи на указанном Владимиром Славьемом месте обнаруживает фундамент. Храм хотел быть найденным. Однако, не каждый возьмется за такое трудное и дорогое дело, как возрождение церкви. Поэтому появление батюшки Анатолия Першина – воистину праздник для прихожан, которые сейчас, вдохновленные и с нетерпением, ждут первой литургии. О! С днем рождения! Я всех приглашаю на первую литургию. И Олега в первую очередь. Спасибо за то, что вы пришли. Это очень рад. Где двое или трое, там я посреди них, так сказал Господь. Значит, мы все можем. И главное, нам не забывать, что мы вместе молитвами все можем. Храм святителя Василия Великого в Осиновой Роще воистину можно назвать чудом. Как и то, что, несмотря на мороз, здесь так тепло от молитв, что даже не хочется уходить. Спасибо. 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 Спасибо.